Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Рассматривая пищевые добавки с индексом Е, обратите внимание на те, которые начинаются с тройки. Все троечные номера – это антиоксиданты. Что они из себя представляют и зачем их добавляют в продукты? Дело в том, что продукты в процессе переработки и хранения подвергаются окислению кислородом из воздуха. При этом в них накапливаются вредные вещества, ухудшается цвет, появляется кислый запах. Это естественный процесс. Именно поэтому мы употребляем пищу свежеприготовленной, а молоко – сегодняшнее или максимум вчерашнее. Никто не желает есть что-либо прокисшее. Склонность пищевых продуктов и напитков к окислению приводит к уменьшению сроков их хранения. Как быть производителем, которым за короткие сроки нужно не только изготовить свою продукцию, но и довезти ее до прилавка и продать не с кишей? Для замедления окисления и применяются пищевые антиоксиданты. Одним из самых известных природных антиокислителей является аскорбиновая кислота. Человечество же изобрело другую кислоту – лимонную, которая, несмотря на название, ничего общего с лимонами не имеет. Она содержится в лимонадах и шипучих напитках под кодом Е330. Кроме раздражения слизистой оболочки желудка, Е330 способствует возникновению гнилостных процессов во рту. Е311 и Е312 могут вызвать проблемы с пищеварением. Результат – нарушение стула, чувство тяжести в животе. Они содержатся в йогуртах, кисломолочных продуктах, колбасных изделиях, в масле, шоколаде. Для тех, кто следит за своим здоровьем, полезно знать, что антиоксидант Е320 резко и надолго повышает уровень холестерина в крови. Содержится этот компонент в жирах, маслах, маргаринах. Особенно опасайтесь тех, что продаются в виде мягких бутербродных смесей, не застывающих даже в холодильнике. Ещё один очень распространённый антиокислитель – ортофосфорная кислота. Её код Е338. Чаще всего на упаковках с газировкой, чтобы не пугать потребителей, её называют регулятором кислотности. Ортофосфорная кислота считается более едкой, чем серная. Самое большое количество сладкой газированной воды употребляют, как известно, подростки. Но именно в подростковом возрасте закладывается от 40 до 60% всей костной ткани. Ортофосфорная кислота нарушает кислотно-щелочной баланс в организме в сторону повышения кислотности. Чтобы её нейтрализовать, организму приходится вытеснять кальций из костей и зубов. Отсюда кариес. Эта же причина приводит к всё более раннему возникновению остеопороза. Вполне возможно, что это заболевание в ближайшее время существенно помолодеет, как это уже произошло с сахарным диабетом второго типа. Также её можно обнаружить в сыре, безалкогольных напитках, желе, сладостях. К сожалению, многие производители в целях продления сроков хранения продуктов считают целесообразным использовать несколько антиоксидантов одновременно. Это усиливает их воздействие на сам продукт, а впоследствии и на организм человека, употребившего его в пищу. Особенно насыщены антиокислителями сухие супы и бульонные кубики. Картофельные чипсы, сухие завтраки, растительные масла в прозрачной таре, мучные кондитерские изделия, замороженные продукты и, как не покажется странным, специи. Кто-то, услышав этот список, ужаснётся. Но выход прост. Супы можно готовить не из пресловутых кубиков, а на натуральных овощных бульонах. Чипсы заменят обычный жареный картофель. Мучные кондитерские изделия берите те, которые имеют малый срок хранения. И простой рецепт, а не кексы и рулеты с привлекательной начинкой. Специи покупайте те, которые состоят из самих трав и кореньев, что хорошо видно сквозь прозрачную тару. А приправа, упакованная в плотные пакетики, содержит больше соли, чем трав. Пусть они не искусят вас яркими букетами нарисованной зелени. Относительно растительного масла совет обратный. Хорошо, если оно хранилось в непрозрачной таре и продают вам разлив. Если же нет такой возможности, то из всего ряда бутылок с маслом выбирайте наиболее тёмное. И последнее. Рекордсмены по содержанию синтетических антиоксидантов – банки и бутылки с пивом. Живое, так называемое натуральное пиво в герметически упакованной таре – такая же фантастика, как живущий в вакууме человек. Антиокислители и консерванты делают своё дело. Останавливают всякие процессы. Так что читайте этикетки, будьте внимательны и здоровы! Продолжение следует...